Государственный пожарный надзор. Проводим профилактический рейд. Возьмите листовочку о мерах пожарной безопасности? Давайте. С 27 марта на территории Подмосковья действует особый противопожарный режим, который вводит полный запрет на сжигание сухой травы, разведение костров и кухонных очагов. Не разрешается использовать открытый огонь в лесах и в частном секторе. При резком порыве ветра искры от костра могут перекинуться на кровлю и деревянные конструкции. Так возникает пожар, остановить который в одиночку уже не получится. С начала года по этой и другим причинам на территории городских округов Щелково, Фрязин, Лосинопетровский пострадал 31 частный дом. В условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 2 статьи 20.4 Кодекса административных правонарушений на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей. С начала 2020 года на территории городских округов привлечено 69 граждан. Кодекса административной ответственности за сжигание сухой тройнистой растительности, также разведение костров. Собрали листву, собрали траву. Куда вы ее дальше деваете? А мы их в кучу в одну собираем, там сзади. А они там гниют. Созводить костры на территории предусматривающих участков запрещено. Внизу телефончики вызывают пожарную охрану и телефон доверия МЧС России. Несмотря на предупреждение пожарных, некоторые собственники домов продолжают сжигать листву и траву на своих участках, пренебрегая требованиям безопасности. Инспекторы позже надзора убеждают людей избавляться от мусора цивилизованным способом, организуя централизованный сбор и вывоз отходов. Агитируем на то, чтобы этот мусор вывозить, а не сжигать на территорию своего участка, дабы не произошло возгорание приусадебной территории и строение на участках. В период пандемии отдел надзорной деятельности приостановил проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до особого распоряжения. Однако запрет не касается физических лиц. Проверки огородных, садовых и дачных товариществ проводятся каждый день, как предписывает режим повышенной готовности. В день по 8-9 обходов. Инспекторы осматривают поля, территории вокруг населённых пунктов и сам частный сектор. Пол травы ежегодно становится большой проблемой как для жителей, так и для пожарных. Гарь, смог и копоть от горящих полей доставляют массу неприятностей. Нынешний год не исключение. 175 раз расчёты пожарных выезжали на тушение полей. Каким-то чудом обошлось без материального ущерба. И вряд ли кто подсчитает, сколько в огне погибло животных, растений и насекомых-опылителей, популяция которых будет восстанавливаться не один год. Каждую зиму на полях Подмосковья скапливается большое количество сухостоев и достаточно одной спички, чтобы этот сухостой превратился в большое пламя. Прежде чем развести огонь, нужно 10 раз подумать, каким последствиям это может привести. Михаил Налётов, Сергей Василевский, Щёлковское телевидение.